всем привет с вами вадим казин и сегодня я решил записать видео в котором я постараюсь ответить на самые наверное важные для вас и интересные для меня вопросы то есть вы пишете вопросы под видео соответственно если есть возможность я на них отвечаю вижу что некоторые вопросы либо просто там какие-либо комментарии повторяется я уже устаю на них отвечать и поэтому я решил сделать вот такое небольшое видео в котором выскажу свое мнение и постараюсь ответить на некоторые еще раз повторюсь некоторые вопросы давайте мы их откроем вот пожалуйста не перед вами допустим ну вот вопрос номер один ну вернее даже не вопрос а комментарий все срочно покупаем им в прем срочной бища шок ха 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 и так далее речь идет про видео вот пожалуйста имбище инкор это у нас джулио цезаро или джулио чезаро если читать это по-итальянски здесь по поводу правды вообще хочется затронуть такой вопрос вот говорят там но некоторые игроки пишут комментарии то что вас там купила леста вы специально там делаете такие видео в котором плохие говнистые корабли вы называете хорошими либо наоборот вот там хорошие корабли специально обзывать их такими словами и так далее так далее для того чтобы увеличить якобы продажи премиум кораблей ну во первых я хочу сказать следующее если мне корабль не нравится я так и говорю что корабль мне этот не нравится мне не понравился муцу мне не понравился худ что-то мне еще не понравилось мне не понравился французский крейсер лягали санье потом куин элизабет так себе не рыба не мясо короче оказался зато мне вот понравился вот этот вот линкор именно в том состоянии в котором он был в тот момент и среди игроков с которыми я играю там в отрядах допустим там клановые либо другие игроки все говорят ну имеется ввиду ребята которые состоят группы коллекционеры которым этот корабль был начислен что он реально просто очень очень точность для линкора это просто сумасшедшая кстати с этим линкором выходил китайский крейсер 6 уровня хуанхэн по моему назывался и этот корабльного редкостное говно и я прям сказал что это реально редкостное говно теперь по поводу самой вообще всей правды да то есть некоторым игрокам скажем так не очень нравится когда мы называем хорошие корабли хорошими кораблями некоторые пишут вот зачем ты так делаешь да и вот разработчики посмотрят твое видео и после этого хорошие корабли превратят говно зачем вы это делать но ребята правда она бывает всегда одинаково да если я говорю что корабль плохой я говорю что он плохой если корабль хороший я говорю что корабль хороший я не могу скажем так все называть плохими словами даже если это не так ну это извините но это дело принципа моего личного да то что если я хочу быть правдивым то я правдивый во всем если опять же повторюсь что-то хорошее действительно хорошая я это говорю что это хорошая либо то что это мне понравилось если плохое то я в принципе говорю что это плохое и наверное не стоит наверное его покупать опять же это мое мнение мое личное мнение мне не все корабли заходят кому-то из игроков зайдут эти корабли кто-то довольны радуется вот кто-то муцу радуется кто-то получает удовольствие пенсакова ну пожалуйста да я вам я же не спорю что пенсакова вот именно с вами что вот этот корабль прям плохой плохой и не лезут грубо говоря в споры я высказал свое мнение соглашаться ли с моим мнением вам либо нет это ваше полное право но самое главное чтобы вы потом мне не писали что вот ты называл корабль хороший и очень важно да то что я указываю обязательно что ребята это видео этот стрим был проведен когда корабль проходил тестирование да то есть возможно изменение его ттх поэтому не удивляйтесь если допустим вот этот первый стрим по поводу этого корабля я назвал имбище а второй стрим который надеюсь проведу совсем скоро я назову этот корабль ну извините за такое выражение говно да потому что там ттх меняются либо в одну либо в другую сторону все как говорится познается в сравнении поэтому давайте дождемся начисление этого корабля нам на аккаунт соответственно для специально для проведения стримов я на нем скатаюсь сравню то что было тем более то что я знаю что было и с тем что будет надеюсь я как бы ответил на этот вопрос дальше речь про ботов идет подскажи в чем проблема в каждом бою с каждой стороны по 23 бота у игрока стата 40 процентов и кпд 133 как можно играть если один стоит и ждет когда в нее попадут или идет в угол и сбой так далее так далее самое главное здесь что и после этого я не верю что леста специально их не добавляет а бывают такие игроки и они тоже мне встречаются соответственно я про это создавал видео то что давайте соберем список но некое количество игроков считает я даже опрос проводил у себя в паблике вк что леста специально добавляет ботов с этим я спорить не буду может быть и добавляет может быть не добавляет но просто я хочу задать один вопрос а зачем лести это делать да зачем добавлять вот именно таких вот 40 процентных ботов когда леста принципе может создать бота принципе ей как бы составит особого труда который будет играть допустим на 55 процентов ну что и мешает программисту задать хорошую точность стрельбы потом скажем так хорошие хорошие не знаю там маневренность ему дать ему больше за свет только ему от свет или видимость торпед только ему соответственно можно маневрировать заранее так далее опять же сбивать самолет и включать нужные кнопки так далее так далее и этот бот будет играть на 55 процентов или даже на 60 процентов просто увеличить все параметры характеристики кораблей сделать это скрытое никто про это не узнает просто зачем лезть делать на 40 процентных ботов вы думаете что если вот эти боты в кооперативных боях все время вам проигрывать значит они вот такие слабые и сильнее леста не может разве создать был какой-то у нас недавно патч в котором ботов вот специально ради не знаю какого-то там интереса разработчики специально сделали сильнее и потом на форуме были очень много сообщений как так они там попадают по нам они нас на поджигают каждым вторым выстрелом разработчики вы что творите зачем вы сделали таких сильных ботов было такое реально было но может быть там полгода назад может быть год назад и после этого там вышел микро патч вроде бы или может быть следующим патчем все это дело поменяли и будут ли стали такие какие они были раньше то есть но и какие соответственно леста может подкрутить и сделать при желании опять же нормальных сильных ботов и вы даже не заметите но делать ли она или не делает это другой вопрос далее то что якобы леста это делает специально чтобы накрутить онлайн чтобы там были цифры большие так далее ребята леста при желании может просто накрутить счетчик сейчас у вас в порту показывает не знаю там 20 тысяч можно специально сделать какую-нибудь там математическую функцию встроить ее в клиент чтобы она там периодически различные дорисовывать какой-нибудь онлайн плюс две тысячи плюс пять тысяч плюс десять тысяч происходит сто тысяч вопрос опять же зачем лесте это надо в принципе зачем просто если онлайн действительно падает да то цифры наверно вот как бы и ведут к тому что да действительно что-то там не то и соответственно там разработчики видят эти цифры и слава богу что они вообще показывать эти цифры допустим в той же игре у конкурентов там нет никаких цифр то есть ты заходишь играешь какой онлайн бог его знает какой онлайн вроде бы в бой запускает вроде бы там соперники появляются вроде бы там все нравится и а что там какие падения какие скачки там сезонный сезонный никого это особо не волнует есть просто нет счетчика и все игра и радуйся поэтому если в этом у лесты смысл не знаю я честно говоря не вижу если бы леста хотела бы она бы сделала бы так что про это бы никто не заметил тем более у нее есть все на это ресурсы но лично о том что леста добавлять в таких вот ботов скорее всего навряд ли здесь либо скажем так слабое железо у игроков до то что они загружаются либо может быть там дети играют может быть все что угодно может быть и играют вот такие вот 40 процентные игроки навряд ли место их добавляет специально чтобы там что-то разбавить и так далее мне кажется это такая теория она неправильно вы конечно можете со мной поспорить и опять писать кучу комментарии что ты вадим неправ или там тебя лес то купила да и ты специально нас тут это все дело скажем так пытаешься поменять ваше мнение и так далее так далее ваш полное право пишите все что хотите давайте дальше на все картошкины игры построены на ботах ну может быть может быть есть боты я не спорю как опять же вопрос зачем это лести так а что за бред самый опупенно мощный линкор второй мировой на восьмом уровне ватафак но речь идет про видео связано с тирпицем ну у ребята ветка создавалась соответственно разработчики захотели тирпиц или на восьмой уровень далее газин почему ты не поставишь камеру чтобы тебе было видно у тебя что нет лица то мы все все поймем и простим ребята у меня есть на это небольшая причина я вам даже и сейчас покажу жуту просто связано с освещением в моей комнате камера вот камера вот я включил вот видите да сижу я на кухне здесь внизу компьютерный стол там вот холодильник там он всякая кухольная мебель стол и так далее и вот этот вот светильник он светит прям на камеру и получается что я сижу так вот в темноте поэтому я не показываю такую картинку не добавляю вебку надеюсь ответ как бы вам предоставил что тут можно сделать кстати у меня сверху тут кровать детском это специальная мебель я сейчас съемной квартире живу и вот здесь вот остался именно на кухне такой вот интересный лесная мебельная конструкция внизу компьютерный стол а сверху детская кровать вот здесь вот рядом лестница и там должен был ребенок спать потому что комната однокомнатная квартира однокомнатная соответственно там большая видать родители спали а сюда вот ребенка своего ложили так ладно я это закрываю ответил на ваш вопрос далее ну тут идут комментарии по поводу дюнкер к что там вроде сыграл хорошо и пишут сыграл не очень хорошо ну так далее так далее далее заснул пока слушал как и любое другое видео в казика ну пожалуйста я ему тут уже ответил хоть кому-то я полезен спите пожалуйста и так далее вот тут у пупу пупу дюнкер где-то был у нас комментарий а вот самая главная тема вот вот комментарий читать его слух не буду и так рекламируешь зашквар речь идет про видео которые рекламные видео которое я там ранее вставлял видео свое это видео у нас была рекламная посвященная рулеточки некоторые ребята там в своих комментариях писали вот и там рекламируешь лохотроны и так далее так далее давайте наверное все таки я выскажу свое мнение почему я это делаю во первых я это делаю потому что у меня хоть какой-то хоть какой-то доход появился какой-то доход появился на моем канале и так по секрету скажу что одно такое видео она полностью перекрывает доход месячный от ютуба одно рекламное видео одна реклама вставленная в одно видео полностью прикрывает доход полученный от ютуба от ютуба у меня Доход там очень-очень минимальный, там очень копейки. То есть для взрослого человека это очень маленькие копейки, то есть на это даже можно не обращать внимания. И то там есть ограничения от нашего рекламного, скажем так, агента, который тоже берет свой процент с этих денег и так далее, что выводится в месяц определенная сумма. И доход, бывает так, что он даже я не получаю в месяц, он идет в следующий месяц, там он суммируется и потом скидывается мне на карту. Вот такая ситуация. Далее, то, что я все-таки трачу какое-то время на это все, и то, что мне приходит хоть какой-то доход, честно говоря, да, это с одной стороны приятно, с другой стороны якобы не очень, скажем так, разумно рекламировать такие вещи, но мы вернемся к этим вот вещам и попробуем все это дело я вам объяснить, почему я считаю, что эти вещи, ну, наверное, на моем канале можно рекламировать. Хотя давайте, наверное, сразу вернемся. Кстати, еще один доход это ваши донатики, которые на стримах. Стримы я делаю не часто, в силу там различных причин. То, что у меня есть основная работа, которая, скажем так, очень сильно мне выматывает. То, что у меня в последнее время появились заботы в клане, были заботы в паблике ВК в своем. Соответственно, плюс различные перемещения, там, и терруфа, и так далее, и так далее. Соответственно, это отнимает много времени. Поэтому каждый день выпускать стримы я, к сожалению, не могу. Просто чисто физически. Плюс на самом деле я человек, который не любит особо разговаривать. И свое видео я выпускаю именно, даже, ну, видосики, свой канал организовал именно только для того, чтобы попытаться развить самого себя именно в плане разговора. Потому что, во-первых, я болтаю не очень много, не люблю это все дело. Я не могу там сидеть часами что-то там говорить. Надеюсь, вы это уже поняли. И, скажем так, делаю это немножко через силу. Но я знаю, что мне это надо делать, потому что это все-таки приведет к некому развитию. И я это делаю и стараюсь делать. По поводу дохода, да, то, что почему я считаю, что, в принципе, это можно рекламировать. Ну, на это есть, наверное, три причины. Первая причина то, что эту рекламу, в принципе, по умолчанию, скажем так, ну, то, что там поддерживает, ну, хотя бы не очень криво смотрит на это Wargaming, да. То есть каналам, которые посвящены играм Wargaming, очень много чего нельзя рекламировать, да. То есть, ну, понятно, там конкуренты нельзя, другие игры нельзя и так далее, и так далее. Плюс первая причина то, что этот вот, именно эту рулетку, вначале я заметил на крупных танковых каналах. То есть, Amway точно рекламирует, Юша точно рекламирует, Дезерто тоже рекламирует. Ну, там она просто танковая, да, но все равно сайт рулетка одна и та же. У меня она корабельная, у них танковая. То есть, сначала я увидел на них, значит, ну, наверное, проблем с Wargaming у этой рулетки нету. Дальше вторая причина. То, что все-таки люди, большинство зрителей моего канала взрослые, вот, пожалуйста, вот вам статистика канала, меня зрители от 13 до 17 лет всего лишь чуть больше 1%. То есть, 98-9% это люди старше 18 лет. То есть, это не те, которые там, грубо говоря, не имеют своего мозга, да, и побежали там тратить деньги и так далее, и так далее. Это к тому, что зрители мои, они все уже совершеннолетние, все уже имеют свою голову на плечах, уже могут осознанно принимать какие-либо решения. И третья причина. Вообще, я хочу объяснить, что такое вообще рулетка, да, чтобы там люди не понимали, вот это лохотрон, вот я там положу туда свои 200 рублей и ничего не выиграю, вот меня там обманули и так далее, и так далее. Ребята, это как бы не халявное, это сайт не с раздачей халявы, это не благотворительный сайт, когда вы положили там 100 рублей, а вынесли оттуда тысячу, образно говоря. Это рулетка, то есть, это нечто азартное. В общем, что такое вообще рулетки и так далее? Это некая азартная система, которая была известна уже человечеству давно. В принципе, там еще Джакомо Казаново в своей книге там писал, как он там поднимал, в кавычках, бюджет Венеции и так далее. Очень интересная книга, кстати, почитайте. То есть, это он тогда лотереи проводил в те времена, но суть все то же самое. В этой системе есть некий процент на выигрыш. Еще раз повторюсь, процент на выигрыш. Он может составлять 5%, он может составлять 15%, 20%, 50%, 60%, ну, выше 50% навряд ли. То есть, эта система, она забирает с вас, образно говоря, 100%, 100 рублей, а назад в виде призов отдаст 50 рублей. И свои вот эти вот оставшиеся 50 рублей, она, грубо говоря, положит там себе в доход, плюс на некие траты, связанные с сайтом, плюс на рекламу и так далее, и так далее. То есть, человек, который тратит 1 рубль, у него есть шанс, да, там, этот рубль потерять, а есть шанс выиграть вот эти 50% в 50 рублей за раз. То есть, это как лотерейка. Это как... Ну, кстати, насчет лотерейки я тоже еще там потом расскажу. То, что, да, можно и сразу. То, что лотерейные билеты, ну, до сих пор продаются на почте, в Сбербанке. Ну, по крайней мере, раньше продавались. Я давно на почте не был, давно в Сбербанке не был. Ну, там вот эти лотерейные билеты, выиграй квартиру, там, что-то там, автомобиль выиграй и так далее. Раньше по телевизору показывали тоже различные там розыгрыши, лото и так далее, и так далее. То есть, в этой системе заложен некий процент. Еще раз повторюсь, процент. Может быть, он 1%, может быть, 0,5%, может быть, 5%, может быть, 10%, может быть, 15%, может быть, любой. Но владельцу этой рулетки, честно говоря, выгодно, чтобы люди выигрывали в ней, в этой рулетке. Потому что, скажем так, народная молва, которая гласит, что в этой рулетке я что-то там выиграл, она самая лучшая реклама. Если народная молва со временем скажет, что я там ничего не выиграл, то, соответственно, эта рулетка просто загнется и никому не будет нужна. Соответственно, часть, именно, скажем так, приходящих денег владельцы этих рулеток раздают. Вот, это обыкновенная лотерея. Раньше спортлото было, когда продавали там билетики, ты писал какие-то там цифры. Все знали, что шанс выиграть именно от того, что ты там написал 5 или 6 или 7 цифр, уже не помню. Там 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1%. Но среди всех вот этих вот жителей, там, тогда СССР, там, Российской Федерации и так далее, находился кто-нибудь где-нибудь на каком-нибудь там, не знаю, там, где-нибудь там на Дальнем Востоке, в Сибири. Может быть, где-то в центральной части России находился человек, который говорил, вот я, вот я выиграл. И он выиграл квартиру. Но он выиграл квартиру, купленную на деньги, собранные со всех игроков. То есть, кто-то не выиграл, кто-то не выиграл, кто-то не выиграл, не выиграл, не выиграл, зато один выиграл. То есть, это просто вот такая система. По поводу лотереек рассказал, что она спокойно распространяется у нас. То есть, это можно, кстати, вы напишите в комментариях, а сейчас продают у нас там в Сбербанках, в банках, в почтовых отделениях различные вот эти лотерейные билетики. Просто к чему? Потому что можно также к ним прийти и сказать, вы распространяете лохотроны. Ну, там, кассир скажет, почему лохотроны? Ну, потому что я купил этот билетик и ничего не выиграл. Она на вас так посмотрит, скажет, и что? Ну, это лотерея. Это лотерея. Также и здесь, ребята, это рулетка. Если вы не выиграли, значит, кто-то, возможно, выиграет другой. Также я был недавно в Минске. И для меня было большим удивлением. Большие такие билборды висели там на дорогах автомобильных, в которых там рекламировались местные казино. И сделаны там красиво, с блёсками, с подсветкой и так далее. Там всякие камушки красивые. Вот казино такое-то, такое-то. Приезжайте, выигрывайте там и так далее. Но понятное дело, что большая часть игроков, которые придут в казино, они не выиграют. Ну, останется малая часть, которые выиграют. Иначе бы на что, грубо говоря, жило вот это вот казино? На что оно бы вообще рекламировало, вешало вот эти билборды и так далее, так далее. Раньше, я помню, ещё в студенческие годы были однорукие автоматы. Некоторые знакомые ходили туда, там специально у них всякие технологии были. Они там сидели, пасли, когда там, грубо говоря, автомат кормит кто-то. Когда они его не выиграют, а кто-то уходит, там деньги заканчиваются. Они сразу на этот автомат прыгали, там что-то тоже кормили, кормили, а потом хоп-куш собирали. У них там свои теории были, какие-то задумки там специально пытались подкармливать вот этих вот администраторов, чтобы они там рассказывали, отмечали кто, где, чего и как. Чего-то там выигрывали, проигрывали и так далее. Ну, в общем, они там жили этой жизнью, были очень, скажем так, азартные игроки, и что-то у них там даже получалось. В общем, вы все взрослые люди, вы, надеюсь, это всё прекрасно понимаете, да? Стоит ли там играть и так далее, и так далее. Это ваше полное право. Опять же, да, ну не мне учить вас, взрослых людей, что вам делать по жизни. Поэтому был комментарий, раз ты это рекламируешь, значит, ты это поддерживаешь. Ребята, давайте отличать рекламу, да, от того контента, который я вам даю. То, что я говорю вам лично, то, что я вам показываю свою игру, либо ещё чего-то, это да, в тот определённый момент, когда я это делаю, я это поддерживаю. Хотя, я как человек, у меня меняется настроение, у меня меняются отношения, и так далее, и так далее. Я через год могу сказать, блин, что я за бред тут вам рассказал. Ну, и знания там увеличиваются, и так далее. Соответственно, ну, мы все люди растём там, и так далее, становимся умнее со временем. В общем, я тут вам уже всё наговорил и объяснил. Надеюсь, надеюсь, вы меня, ну, во-первых, поймёте, во-вторых, может быть, чему-то я вам там объяснил, вы, возможно, там осознаете, да, что с одной стороны лохотрон, ну, может быть, да, лохотрон. Ты там положил там свои 100 рублей, а тысячу не выиграл. Всё, лохотроны, лохотроны, лохотроны. Ну, ещё раз повторюсь, ребята, там есть определённый процент. Какой процент, я не знаю. Может быть, там вообще минимальные. Но самому владельцу иметь минимальный процент крайне невыгодно, потому что через полгода про них все забудут. Поэтому процент, может быть, там он меняется, может быть, не меняется, я не знаю. Но определённо, если, скажем так, владелец там всё максимально занизит, то, опять же, никто выигрывать не будет, и, соответственно, ещё раз повторюсь, про это всё забудут. Если он там процент будет иметь высокий, значит, люди будут выигрывать, значит, народная молва, всем всё расскажут и так далее, и так далее. И будет больше игроков идти. То есть, это получается, если так с научной точки зрения, это получается сбор денежных средств со всех там людей, да, и определённая часть этих вот средств отходит кому-нибудь там одному, двоим, троим, там, отделённое либо частями игрокам, и тем самым происходит выигрыш. Я вам всё дело объясню. Надеюсь, вы меня поняли. Так, спасибо, я на маги бесплатно потерплю. Кстати, вот ещё один корабль, который мне не понравился. Это корабль, которому было посвящённо это видео. Это у нас Ки. Вроде бы, вроде бы корабль, вот он появился, должны там все лояльные водомесы. Говорит, какой он хороший, замечательный, потому что вот 4000. Там некоторые думают, наверное, какой-нибудь процент вам перепадёт. Нет, никаких процентов, ничего нам не перепадает. Корабль вышел, я купил его, поиграл, поплевался несколько раз, и теперь, даже сейчас на нём не играю, жду, когда появится командир Ямамото вот этот, и за счёт вот этой ЛБЗ, которая есть на этом корабле, там, 200% за каждую победу, прокачаю Ямамото, там, Ямамото у нас в токе 15 очков, прокачаю, надеюсь, там, до 19, ну, дай бог, там, до 18, может быть, и потом куда-нибудь его пересажу, скорее всего, на крейсер-зал. Но, в общем, это к тому, что стоит ли, ну, даже, наверное, речь идёт про то, что там продажный я, не продажный, решать, конечно, вам, но мне этот корабль не понравился, и там даже в конце видео сказал, что покупать, скорее всего, не стоит. Ну, кроме того, что, может быть, вы там фанат этого художника, который разрисовал этот корабль, тогда, да, там, будете довольны от того, что такой вот разрисован этим художником корабль у вас появится в порту. Далее. Куплены или заслужены почти все лучшие премиум-порты? Да-да-да-да-да. Ну, вот человек хочет купить для коллекции, пожалуйста. Вопрос. Вот, кстати, 1260 топовый урон. Да, да, у меня был, был там бой, в котором просто один за одним вылетал вот такой вот урон. Так, 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 так. Зачем разрабы хотят заменить ранги плановыми? Я только ради рангов играю в эту игру. Но для чего они это делают? Для того, это я отвечаю за разработчиков, это я высказываю свое мнение, может быть, оно ошибочным, и так далее, и так далее. Это они делают для того, чтобы не совместить плановые бои с ранговыми боями, потому что некое количество, я не скажу, что это прям большое, но некое количество игроков, которых становится со временем больше, 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 они все-таки вступают в кланы, и они будут играть в клановые бои в тот момент. И представьте, если в этот момент появятся ранговые бои, и человек, который в клане одновременно, и который хочет поучаствовать в клановых боях, который хочет поучаствовать в ранговых боях, он будет, просто говоря, перед очень сложным выбором. Что ему делать? Играть в команде по связи, да, там и побеждать, либо проигрывать, либо бежать в ранги, и там уже без связи играть с командой, писать им чат какие вы там все плохие игроки сложный выбор вот лично мне в данный момент да я состою в клане и если появится одновременно клановые бои то я буду там как-то даже думать как не придется выбирать скорее всего может быть вечером когда онлайн в клане будет большой я буду играть там в клановые бои а в ранговые бои буду и либо ночью играть когда большинство игроков и склад там спать пойдет либо наоборот днем когда кто-то работает либо еще чуть в общем это сложный выбор и соответственно чтобы вот и вот эти два режима между собой не пересекались разработчики как раз таки сделать так тут вопрос задает когда он заработает видео про читы связано с точкой упреждения и когда и когда даже прям сейчас напишу а еще одна тема про авианосцы про авианосцы вспомнил прям там тоже были скажем так зрители которые писали вот и там против того чтобы авианосцы были в клановых боях и так далее так далее отписываюсь ухожу все ребята ну у меня ответ такой у меня на моем канале нет ничего про авианосцы нет такого контента даже если вспоминать какое-то старое древнее видео даже исторические видосики про авианосцы я не делал потому что мне изначально самого начала альфа теста не нравился геймплей на авианосах не нравился и сейчас не нравится поэтому если вы подписались и вы любители авианосцев ну и вас вам или вас нечем обрадовать мне не будет никогда контента в настоящий момент с таким геймплеем на моем канале то что разработчики пытаются там что-то поменять изменить и так далее но кей пускай меняют если кто-то задаст вопрос а чтобы я бы сделал для того чтобы мне допустим чтобы я сделал такого же изменения геймплея который бы мне понравился не да уж чтобы понравился я прежде всего бы убрал за свет самолетов просто бы его убрал бы чтобы вернее самолеты которые летают над кораблями чтобы они не светили положение этих кораблей для своих союзников то есть почему я это предлагаю делать потому что самолеты которых особенно на 9 10 уровнях там много эскадриль они там начинают разлетаться по карте и карта просто все светится имеется ввиду мини карту ну и такая реальная карта ты там видишь все корабли те просто не хватает твоего обзора чтобы увидеть где там ямата и что с ним происходит а так на мини карте вообще много чего светится единственное может быть там две шимки не светит которые трутся около линии пытаются где-то там пробраться в тихую в тыл противника остальное все просто светится все летает все там и так далее мне кажется что это не надо делать это наоборот заставляет игроков играть на расстоянии и матки у нас перестреливается там на 20 чем-то километров и так далее потому что все все видно соответственно грубо говоря боятся идти вот такая вот идея и радиус именно засвета самолетов тоже я бы немножко снизил бы снизил бы на радиус действия пво вот как 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 у нас сделали недавно изменения до раньше был у нас инвиз когда маскировка там было 12 километров а стреляли корабли там на 18 километров и при стрельбе у тебя увеличилось до 16 там километров с 12 до 16 оставался два километра коридорчика все поменяли теперь ты даже с корректировщиком светишься именно на то расстояние на которое ты стреляешь также и я бы сделал бы здесь то есть у тебя его сравнять пво и радиус обнаружения то есть у ямато там было знаю там 7 километров допустим 6 километров значит ямато пускай светится вот с этих вот самолетиков тоже расстояние 6 километров вот и все ямато 6 километров там не знаю крейсер аж там 5 километров сменцы 3 километра может быть три с половиной так далее это все можно настраивать и можно спокойно скажем так провести тесты и посмотреть и можно даже можно как вариант допустим если ты нажимаешь кнопочку п которая применяется в наших реалиях только на эсминцах и то не на всех но на некоторых эсминцах на японских эсминцах чтобы не полили тебе самолеты то есть и там нажал кнопочку п самолет пролетая там на расстоянии пяти километров он тебя не видит соответственно я бы тоже так же сделал бы для линкоров самолет летает там эскадрилья тебя ищут ты на линду ну допустим на линкоре нажал п может быть на крейсере п он пролетел тебя не увидел и как бы я повезло то есть мы в этом случае начинаем вернее в этом случае появляется именно эта кнопочка п отключение по включение по его не только на эсминцах но и на других классах то есть тут можно много чего и придумать много чего сделать но в любом случае как бы предлагаю два изменения чтобы авианосцы не светили то первое про которое много говорил и сегодня и раньше и второе чтобы авианосцам свои скажем так жертвы приходилось искать чтобы они летали там скале соответственно а ходили где-то там и пытались их атаковать принципе как бы все пускай там атакуют пускаем там урон там там может и так далее кстати я думаю что если авианосцам просто ради прикола отпилить урон в два раза авианосцы как класс вообще просто вымрет он никому не нужен потому что большинство игроков скажем так наверное на мой скромный взгляд половина как минимум играть на авианосцах только ради дамага все если убрать этот дамаг у этот авианосец эти авианосцы будут играть ну наверно просто единицы просто но максимум может быть там десятки людей которые просто там фанатеют от этих авианосцев от их внешнего вида там о они там нагибали все остальное так далее так далее их будет очень очень мало ладно это были мои ответы там наверное видео наверно я уже записал полчаса может быть даже больше около часа рассказывал тут много чего принципе надеюсь ответил на все ваши такие очень ну по крайней мере я ответил на все важные для меня вопросы это связанные вот с рекламой с рекламой на своем канале с со своим отношением к авианосцам и кстати опять же повторюсь я рад тому что их убрали из клановых моёв потому что можно будет очень много чего тактически придумать и от света различные перемещения различные маневры различные хитрости это все можно будет делать соответственно если есть свет я смотрю недавно турнир самолет летает все светят и корабли просто прижимаются к островам вот весь геймплей прижимаются к островам как только они там хотят выйти из-за острова соответственно ставят дымовую завесу пытаются аккуратно зайти на точку там стоят и как бы все а там есть перестрелки когда дым и заканчивается но пока самолеты летают все где-то чё-то как-то знаю на мой скромный взгляд обнимается с островами нужен такой геймплей на кораблях я считаю что нет надо чтобы все перемещались надо чтобы были обманные маневры пошли направо там специально засветились потом отвернули ушли налево там и так далее либо остались разделились и так далее это будет все гораздо интереснее играть когда противник не знает что происходит у вас до либо вы не знаете что происходит у противника и отправляешь эсминец туда там внезапно 2 эсминца взяли его зажали пиу-пиу-пиу так далее соответственно ты пытаешься в двоих отправить а там внезапно вся пачка вылезла да пиу-пиу-пиу так далее то есть гораздо будет интереснее играть а так никто не будет никакого бодрого рубилова если авианосец будет все показать будет опять обжимание к дымам авики между собой там будет разбираться кого там лучше в вол у кого там рандом сегодня благоволит и там не знаю и его 5 истребителей победят его 5 истребителей и там может быть один останется который будет там уже все светить и ждать скажем так другой авиковод который проиграл он будет ждать когда у него там от кдшится новый истребитель он опять полетит опять там будет воздушный бой и так далее в этот момент все обнимаются с островами ждут когда же их авиковод справится с другим вражеским авиководом там воздушных боях так далее в общем давайте я на работу заканчивать высказал так много чего хотел сказать неправильно так далее на самом деле то что я думаю если есть какие-то вопросы какие пишите их ответственно если эти вопросы которые скажем так волнуют именно вас если они повторяются просто поставьте лайк соответственно чем больше лайков под вопросом тем наверное больше людей хотят услышать на них мои ответы это было такой немножко экспериментальные видео я не делал ответы раньше на ваши вопросы надеюсь до конца наверное досидела некое количество зрителей потому что обычно а там про корабли значит смотрим а там стрим nokia есть 15 минут начало конец и уходим если вы досмотрели это видео до конца вы наверное молодец держать мои ответы на всякий сможет ладно я буду заканчивать давайте наверное по традиции сейчас здесь выделю два комментария на экране кручу давайте верно вообще сверну и нибудь вы здесь кстати самурай здесь где-нибудь комментарии размещу один и другой и эти люди через форум из личку форум получат бонус коды ваше дело просто описать ваш игровой ник именно под тем комментарием который выиграл я там напишу что вы выиграли пишите свой игровой не или так далее все на этом буду заканчивать спасибо что смотрели надеюсь ответил а тот вопрос который на мой скромный взгляд вас больше всего интересовал если есть такие вопросы опять же еще раз другие вопросы пишите их я постараюсь из некоторое время ответить спасибо с вами был вадим казин и пока 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 пока